Всем привет! Вы на канале графон уроки фотошопа и в этом уроке из данного исходника мы сделаем вот такой цветной зрачок. Цвета вы сможете подобрать абсолютно любые, все будет зависеть от вашей фантазии и от тех цветов которые вам нужны. Давайте удалим нашу рабочую группу и первым делом пройдем в пункт корректирующий слой, находится он справа внизу на данной иконочке и выбираем кривые. Сделаем нашу картинку немножко ярче, примерно вот так вот перетягиваем с центра в левый верхний угол, совсем чуть-чуть. Далее переходим на слой маску, на данный белый прямоугольник, кликаем мышкой, нажимаем сочетание клавиш Ctrl-I, далее выбираем белую кисть с мягкими краями желательно и закрашиваем область нашего зрачка для того чтобы эффект который мы только что применили с помощью кривых яркость была только на нашем зрачке. Далее теперь мы займемся процессом придания цвета для нашего зрачка, переходим также в корректирующий слой, выбираем цветовой тон насыщенность и обязательно ставим галочку на пункте тонирования. Теперь мы видим то что вся картинка у нас становится однотонной по цветовому балансу, прибавляем насыщенность и здесь уже начинаем подбирать цвета которые нам нужны. Для начала я возьму какой-нибудь голубенький там бирюзовый, примерно вот такой цвет меня устроит, также переходим на маску слоя, нажимаем сочетание клавиш Ctrl-I, белая кисть у нас уже выбрана примерно по размеру и также начинаем закрашивать наш зрачок. Мы видим то что зрачок приобретает выбранный нами цвет и теперь нам нужно проделать то же самое несколько раз в зависимости от того сколько нужно вам слоев цвета. Переходим еще раз в корректирующий слой, выбираем цветовой тон насыщенность, тонирование, ставим насыщенность и выберем например зеленый цвет. Теперь нам нужно закрашивать не полностью весь зрачок, а меньше меньшего радиуса для того чтобы голубенький цвет у нас остался также заметным. Перед этим нам надо нажать на маску слоя, нажать Ctrl-I и начинаем закрашивать центр, даже чуть больше центра, чтобы буквально краешек у нас остался одним цветом для того чтобы мы могли использовать больше цветов в нашем зрачке. Также создаем еще один корректирующий слой, цветовой тон насыщенность, тонирование, насыщенность и выбираем например какой-нибудь желтенький, оранжевый. Переходим на маску слоя, нажимаем сочетание клавиш Ctrl-I и также теперь начинаем закрашивать в центре, в самом. Таким образом мы видим то что у нас зрачок стал трехцветным, можно сделать больше если выбирать радиус поменьше и также вы можете отредактировать любой цвет который вам понравится, не понравится. Например первый цвет голубенький заменить на другой. Нажимаем на данную иконку два раза и выбираем цветовой тон. Мы видим то что цветовой тон меняется, это можно делать на всех наших слоях. Мы видим то что цвета становятся другими и урок в принципе на этом завершён. Если данный урок вам был полезен ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был графон уроки фотошопа. Всем пока!